Опасная зона, особый район Абхазии, зона отчуждения, как только раньше называли Галский район. После Отечественной войны народа Абхазии Галский район формально разделили на нижнюю и верхнюю зоны. Именно там в нулевых орудовали такие грузинские бандформирования, как «Белые легионы» и «Лесные братья». Большую часть этих банд ликвидировали абхазские спецслужбы. Сегодня мы отправимся в нижнюю зону для того, чтобы узнать, как обстоят дела в Гальском районе. За время совместной охраны границы намного улучшилась ситуация в пограничной зоне непосредственно на границе. Если ранее нарушителей границы задерживали в год около 150-300 человек, то в настоящее время нарушителей границ стало в разы меньше. Единицы, которые также задерживают на границе, и возбуждается либо уголовное дело, либо административно их наказывают. При подготовке данного материала о Галском районе я встречалась и разговаривала со многими людьми, руководителями разных рангов, предпринимателями и просто гражданами, проживающими в этом районе. Меня интересовала ситуация с безопасностью в Галском районе, отношение людей к закрытым пропускным пунктам и, конечно же, отношение людей к ввозимой в Абхазию продукции для реализации на нашей территории. Но об этом позже. Перед тем, как я расскажу и покажу обо всех плюсах и минусах в Галском районе, хочу напомнить, что прошло 4 года с тех пор, как 12 января 2015 года в ходе спецоперации по задержанию группировки грузинских боевиков в селе Реп Галского района Абхазии во время перестрелки погибли военнослужащие антитеррористического центра службы государственной безопасности Абхазии Эдуард Нерсисян и российский пограничник Андрей Удальцов. Тогда же в ходе перестрелки были убиты три боевика, проникших в Абхазию. С территории приграничной Грузии спецоперация проводилась в связи с похищением жителя Галского района с целью получения выкупа. По утверждению службы государственной безопасности, с тех пор в Галском районе не зафиксировано подобных случаев. Последнее подобного рода преступление было в 2015 году совершено. С тех пор эта группа была ликвидирована. С тех пор подобного рода преступления в Галском районе не наблюдалось, не зафиксировано. Кроме того, другие виды преступления тоже стали минимальными. В плане криминогенной ситуации в Галском районе обстановка, можно сказать, улучшилась. Для абхазской стороны восточная граница – гарантия мира на своей земле. Она охраняется службой государственной безопасности Абхазии, российскими пограничниками, которых в Грузии называют оккупантами и сепаратистами. Говорить о том, насколько в этом районе раньше было небезопасно и не приходится. За все время только российских пограничников на этой приграничной территории погибло около 200 человек. Сегодня российские пограничники отвечают за 350 километров границы Абхазии. Огромная благодарность российским пограничникам, которые несут службу на этой границе. Благодаря им на сегодняшний день можно сказать, что мы впервые за 25 лет наконец-то контролируем достаточно сильно государственную границу. Благодаря тому техническому оснащению, которое за это время российские пограничники установили на границу, днем и ночью перейти к государственной границе очень сложно. А теперь о самой Абхазо-Грузинской границе. На сегодняшний день открыт один пункт пропуска – главный – Ингур. Так как в Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия, кстати, протестные акции проводятся и в Зугдийском районе, на приграничной с Республикой Абхазией территории. Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования. Одна из мер – введение временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазии с Грузией. Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазии на территорию Грузии. Сейчас мы находимся на основном пункте пропуска Ингор, который является многосторонним временным пунктом пропуска. Наверное, знаете, что в связи с внутриполитической обстановкой в соседнем государстве здесь сейчас у нас введены временные ограничения по пропуску определенных лиц. На данный момент могут проходить дети, женщины и мужчины старше 60 лет. Недовольствия не было, народ относится с пониманием, понимает, с чем это все связано. В целом все тихо, спокойно. Охрана границы ведет совместно с пограничным управлением Российской Федерации. Зеленую границу, так называемую, за российскими пограничниками. Пункты пропуска совместно и абхазские, и российские пограничники несут в службу. Граница с Республикой Грузия, в режиме, в котором он работает, работает, опять же, по воле абхазской стороны. Из-за того, что очень многие жители Гальского района имеют ближайших родственников на территории Грузии. И в гуманитарных целях режим границы действует так, как действует сейчас. С 7 утра до 8-9 часов вечера ежедневно там происходит переход через контрольно-пропускные пункты. 7 июля текущего года в ходе проведения мероприятий по обеспечению охраны государственной границы сотрудниками СГБ Республики Абхазии в городе Новый Афон Гудаузского района за незаконное пересечение государственной границы из Грузии в Абхазию задержан гражданин Грузии. В ходе опроса установлено, что задержанный с несовершеннолетней дочерью незаконно в обход установленных пунктов пропуска пересек государственную границу Республики Абхазии и Грузии в районе села Попынрхуагалского района. Материалы в отношении мужчины переданы в прокуратуру Галлского района. Учитывая несовершеннолетний возраст его дочери, в рамках формата женевских дискуссий в присутствии миссии наблюдателей Евросоюза на пограничном пункте пропуска Ингур она была передана матери, гражданке Грузии. Человек был задержан после перехода границы с малолетним ребенком. По горячей линии ребенок был передан матери в присутствии иностранных организаций. Но пока до конца разбирательства отец, конечно, будет здесь находиться. По окончанию разбирательства, скорее всего, он будет выдворен за пределы Абхазии в Грузию. Что касается остальных пропускных пунктов на Абхазо-Грузинской границе, они официально прекратили свое функционирование еще несколько лет назад. Решением постановления Кабинета министров от 17 марта 2016 года эти пункты были ликвидированы. Раньше это был пункт пропуска от Абая. Двусторонний использовался для перехода местного населения только. Закрыли его в 2016 году, 28 декабря, согласно постановлению и указу главнокомандующего. Так как не было больше целесообразности, была сделана дорога и все местное население было перенаправлено на Ингурский мост, то есть пункт пропуска Ингур. После закрытия данного пункта пропуска, здесь за его охрану отвечает непосредственно пограничное управление Российской Федерации в Абхазии. У нас действовало три контрольно-пропускных пункта в нижней зоне Кальского района. В Таглан, дальше у нас в селе Бат-Ивара, бывший на Беке, и дальше в селе Бгаура. Самым таким активным пропускным пунктом был пункт в селе Бат-Ивар. Когда закрыли этот пропускной пункт, даже руководство НАТО обращалось к Абхазии с просьбой не закрывать этот пропускной пункт. Сейчас мы находимся в высшем расположении пункта пропуска на Беке. Он также являлся двусторонний, временный и использовался для прохождения местного населения. Также был закрыт в конце 2016 года, согласно постановлению и приказу главнокомандующего. Данный участок также охраняется пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазии. То есть охрана данного участка возложена на них. Ни для кого не секрет, что определенное количество детей, живущих в Галском районе Абхазии, обучаются в школах Грузии. Списки таких ребят подаются в погранслужбу и СГБ Абхазии, что, кстати, не мешает обучению детей по ту сторону моста. Абхазская сторона никаким образом этому процессу не препятствует. В первую очередь, именно в целях безопасности были демонтированы все небезопасные мосты в нижней зоне Галского района. Очень много, к сожалению, выпускников гальских школ, пользуясь беспрепятствием переходным государственной границей, идут учиться в вузы Грузии, где их учат. Вообще готовят фактически из них будущих реваншистов. Этот вопрос стоит очень злободневно сегодня у нас. Мы будем принимать решения так, чтобы не нарушать права человека на получение образования. И в то же время снизить, насколько это возможно, количество будущих абитуриентов, которые будут поступать в вузы Грузии. Мы имеем договоренности администрации с вузами Абхазии, которые жители Гальского района в массе своей принимают в наши вузы на бесплатной основе. Мы начали лучшим из учащихся выплачивать стипендии от администрации Гальского района, чтобы сделать конкурентоспособным те предложения, которые грузинская сторона делает. То же самое наши предложения, чтобы были бы конкурентоспособными. И все это дает свои плоды. Если в прошлом году поступало в вузы Абхазии в Абхазии непосредственно до 20 человек, в этом году цифра более 26. Я думаю, что эта цифра будет увеличиваться. Естественно, нам нужна будет государственная поддержка. Без этого мы не обойдемся. Я думаю, что это даст свои результаты в будущем. Это вопрос интеграции населения Гальского района в общеабхазское экономическое и культурное пространство. Говорить на камеру местные жители отказываются, но по их словам им сложно добираться до контрольно-пропускного пункта Ингур. Они утверждают, что дорога занимает от 15 до 30 минут с нижней зоны, а потом еще 800 метров пешеходного перехода по Ингурскому мосту на грузинскую сторону. На ТПП Ингур там все благоустроено, в том числе введены микроавтобусы, для того, чтобы эти 800 метров люди могли не пешком пройти, допустим, пожилые люди, а на микроавтобусах от нашей стороны доехать до Республики Грузии. Хочу отметить, что для удобства местных жителей была заасфальтирована дорога, ведущая к Ингурскому мосту через нижнюю зону. Ее протяженность более 30 километров. Раньше, чтобы преодолеть это расстояние, даже на автотранспорте понадобилось бы больше двух часов, из-за того, что дорожное покрытие пришло в негодность. Из российской инвестпрограммы была выделена сумма в размере 153 миллионов рублей, и летом 2016 года дорога была отремонтирована. Кроме того, в том же году по поручению президента Араулю Хаджимба администрация Галского района изыскала средства для улучшения транспортной инфраструктуры. Был запущен дополнительный автобусный маршрут до КПП Ингур. Теперь в каждом селе Галского района курсируют автобусы, и добираться до КПП Ингур жителям не составляет труда. Кстати, буквально несколько дней назад в Галский район прибыли новые автобусы для сел и школ. По утверждению спецслужб, большинство недовольных закрытием контрольно-пропускных пунктов – это те, которые зарабатывали на контрабанде и занимались нелегальным бизнесом. Говоря о границе, конечно, невозможно не сказать о ситуации с контрабандой. Глава Галского района Тимур Надарая убежден, что после закрытия нескольких КПП ситуация значительно улучшилась. Сегодня количество контрабанд, если оно в ассортименте осталось прежнее, то оно в разы все-таки меньше, чем было. Почему? Перевести контрабанду через 6 контрольно-пропускных пунктов или через 2, вы сами понимаете, это количество говорит само за себя. Но все равно ее, к сожалению, много. Не так много, как ранее, но все равно ее достаточно, чтобы увидеть его на всех рынках Абхазии. Я думаю, что Государственный таможенный комитет проводит мероприятия, которые нацелены на снижение количества контрабанды в Республику Абхазии. Когда много контрабанды, идет вымивание денежной массы из Абхазии. В мире все государства ищут для своих товаров место, где они могут их реализовать. Естественно, для государства, которое, грузинское государство, которое находится к нам в состоянии войны, пропуская грузинский товар, реализовывая грузинский товар на территории Абхазии, те люди, которые его там произвели, естественно, платят налоги. Эти налоги поступают и на содержание армии Грузии, которая на сегодняшний день после событий 2008 года, можно сказать, восстановлена в прежнем режиме и реально угрожает Республике Абхазия. И фактически финансирование этой армии, бюджет этой армии в два раза превышает бюджет всей нашей страны. До 300 миллионов долларов составляет бюджет армии Грузии сегодня. Это угрозы. Как говорил великий деятель, мы должны оценивать не намерения, а потенциал. В то же время представители таможни утверждают, что с закрытием КПП в нижней зоне Галского района поток людей на главном пропускном пункте не изменился. За отчетный период текущего года было составлено 35 дел административных правонарушений. За аналогичный период 2018 года было составлено 22 дела административных правонарушений. В основном выявляются и изымаются из свободного товарообращения такие группы товаров, как табачные изделия, спиртные напитки, минеральные воды, лекарственные препараты для сельского хозяйства. Ну, всякая контрабанда возникает там, где много запретов. Я это говорил и всегда говорю, это мое личное мнение. Надо рассмотреть состояние дел, и люди живут, жизнь продолжается. Да, были трагические дни, их никто никогда и не забудет, но есть вещи, которые надо решать именно по духу тому времени, в котором мы сегодня живем. Люди ездят туда лечиться, ни для кого не секрет, люди ездят туда, видят родственников. Кто-то хочет повезти гостиницу, кто-то оттуда какие-то подарки хочет привезти. Ну, тут много вещей, над которыми надо работать, сообща, это не одна таможенная структура, одна это не может. Там есть несколько служб на границе, которые должны в соответствии с другими службами все это над этим работать. Это мое личное мнение, я долго работаю в этой структуре, одними запретами мы никакие проблемы решить не можем. Но говоря о самой контрабанде, возникает масса вопросов. Контрабанда ли это? По существующим законам, через КПП «Ингур» одному человеку можно перенести 50 килограмм того или иного продукта, и это в виде ручной клади. Я понимаю, что 50 килограмм картошки человек может везти для личного пользования, но 50 килограмм сыра – это товарная партия. А если мы с женой взяли по 50 килограмм сына, 100 килограмм сына – это та контрабанда, которая фактически реально сегодня ей никто не может противостоять, потому что по закону 50 килограмм каждый человек может перевезти. И вот если это несколько десятков человек по 50 килограмм поперевезли, это тона полторы-две сыра, которые мы видим на Сухумском рынке. Есть другие продукты, которые укрываются, есть продукты, которые перевозят, реально скрыв его от таможенного контроля, под двойными днами на своих этих тележках, на которых люди переходят там. Ну, я думаю, что таможенный комитет борется. Но с другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что самое главное, мы вот эти 50 килограмм должны расписать. Это может быть 5 килограмм сахара на одного человека, 20 килограмм картошки, 5 килограмм сыра, и так, и меда там столько-то. Когда вот это будет решение сделано, тогда уже труднее будет, как бы сказать, перевозить контрабанду. Большую помощь вот в повседневной нашей работе нам оказывают сотрудники федерально-пограничной службы. У них и технических возможностей больше, и сотрудники подготовлены. Благодаря них мы очень, многие вещи, как бы, раскрываются, и более надежно защищаются наши границы. Для того, чтобы объездить всю Нижнюю зону и практически весь Галхский район, нам понадобился один съемочный день. Что можно сказать? Энное количество лет назад мы вряд ли бы смогли так спокойно объездить практически всю пограничную зону. Спецслужбы работают, но никогда не нужно забывать о том, что по ту сторону реки нашу границу не признают, и наша безопасность в наших руках. С вами была Рината Шакая. С вами была Рината Шакая.